Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня у нас в гостях наша украинская коллега Лариса Волошина, с которой мы поговорим об истории болезни русского народа, которая вот сейчас выразилась в том числе и вот в виде статьи Владислава Суркова, бывшего куратора украинского вопроса в администрации Владимира Путина. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте, Саш! Ну вот давайте начнем тогда с обсуждения вот этой публикации. Мне показалось, что вас она особенно заинтересовала. Ну, на днях уже все вроде ее обсудили, да? Но я вот больше как-то в вороничном ключе ее оценил, увидев просто очередную попытку действительно Суркова, ну, грубо говоря, назвать по-новому старую, действительно русскую болезнь, которая заключается в том, что внутренние проблемы российская и русская автократия решают за счет проведения внешних агрессивных войн. Ну вот эта статья у нас появилась ведь в разгар, вот, собственно говоря, эскалации напряженности. Когда Россия концентрирует войска у украинских границ, Путин открыто угрожает Западу войной и красными линиями, впрочем, не особенно впечатляет Запад, не особенно действует. Скорее вызывает наоборот, да он жесткую реакцию со стороны Вашингтона. И что вы думаете по этому поводу? Эта статья случайно произошла сейчас? Может быть, Сурков просто какие-то хочет собственные преференции выбить? Он ведь страдает, наверное, из-за того, что его отлучили от двора? Или есть что-то другое? Все-таки более такое серьезное? Ну, безусловно, это послание Путина. Это абсолютно очевидно. Тут есть очень важный момент, который, на мой взгляд, упустили большинство аналитиков, прочитавших эту статью. Все пытались найти в ней смысл. А это невозможно. Это как, знаете, это как испорченное радио. Вот представьте себе, что случайно у Вас вдруг оказывается радио, которое в состоянии ловить обрывки радиоволн, причем во времени и пространстве. Вы можете услышать условно речь Кеннеди, причем перед записей, когда он еще продолжает говорить со своим помощником или с теми звукооператорами, звукорями, кто настраивает, и тут же переключается на речь. Вы можете услышать там условно Медисона, вы можете услышать какую-то передачу американскую, еще что-то, первые сигналы спутника, и все вот это вот, вот эта вся какофония складывает определенный звуковой ряд. В нем нет смысла, потому что это взаимонесвязанные понятия, взаимонесвязанные узки. Но каждый из них очень важен. И если анализировать, что вы слышите, если анализировать вот эти послания, которые вы услышите, вы можете услышать много интересного. Поэтому в данном случае это, ну, если проводить такую метафору, да, проводить, привести пример, есть такой очень неплохой американский фильм, сериал «Звездный крейсер галактика», где Сайлоны, искусственные люди, то есть тоже люди, но очень жестокие, направленные на уничтожение человечества, это их глобальная цель, зачем они, не понимают, что они хотят это сделать. Вот у них на корабле, который наполовину биологически, наполовину машина, у них этим кораблем управляет гибрид. Такое существо, подключенное к кораблю, которое просто говорит поток. Вот она вылавливает из потоков этот гибрид какую-то информацию и постоянно дает и переключается. Вот так надо воспринимать статью Суркова. Он постоянно переключается. С одной стороны, он очень верно ретранслирует российскую реальность, а с другой стороны, он пытается придать ей неверный смысл. К примеру, когда он говорит, например, о наявной проблеме, о том, что российская вертикальность власти, централизованная, он говорит, что централизация достигнута, что все молчат. Он это объясняет, он дает послание Путину, что, мол, послушайте, если они все молчат, это не значит, что они за вас, Владимир Владимирович, вспомните 90-й год. То есть, если они вас не подсхваляют, то они неблагонадежны. Вот что дает понять Сурков. И тут же он апеллирует к крымскому консенсусу. И мы можем понять, что именно такое обидение, произошедшее в 2014 году, присутствует в Кремле, присутствует среди российской владной верхушки. Вроде как это был империализм, это был захват территории, сила русского оружия, которое консолидировало российское общество и повысило рейтинги лидера. Условно – да, формально. А в реальности нет. Потому что то, что Сурков называет крымским консенсусом, то есть хаотизация соседних стран и захватывая их территории, все-таки хаотизация, которой, безусловно, Россия приложила руку, и это не только бегство Виктора Януковича, это и сам Виктор Янукович в период его правления, когда Янукович, когда он был просто обложен российской агентурой, российскими гражданами, настоящими гражданами, как министр обороны, глава разведки и так далее, и так далее, которые, в принципе, демонтировали украинские институты безопасности. Да, безусловно, это российский фрукт-дела. Но, если говорить реально, то в реальности без многодесятилетней, фактически, промывки мозгов крымских граждан, когда в Крыму люди, вместо того, чтобы формировать общенациональную идентичность, или пусть национальную русскую идентичность, они формировали региональную крымско-российскую идентичность. Это все-таки разные немного вещи, русские и россияне. Вот это вот, и это ведь не Путин, это ведь задолго до Путина, потом ситуация и продажность крымских местных элит. Абсолютное безразличие Киева по вопросам Крыма, и непонимание вообще, что такое Крым. Неправильная ставка на местных бандитов, вместо того, чтобы на крымско-татарский народ. Вот все вот это вот сложило условия, при которых этот захват стал возможным. Более того, это не имперские войска, это не сила русского оружия. Армия, напоминаю, срезала шевроны. Фактически, с точки зрения правил ведения войны, это террористы, которых можно уничтожать на месте. Это люди, которых можно было не брать в плен, они не военнопленные. То есть для любой армии, ведущей бой, противник без шевронов, это знак того, что это не военный. И с ним можно не церемониться, не применять к нему правила ведения войны. То есть определенный раздел международного права. Так вот, российские войска срезали шевроны. Без боя и так далее, на том, что было создано в Крыму за счет чисток депортаций, перетрубаций, местной коллаборации, местной коррупции и прочее, прочее, прочее. Вот это вот все, момент ослабления украинского государства, Россия просто его украла. И когда Шелуков сейчас говорит, напоминает о крымском консенсусе, и говорит, давайте дальше. Друзья мои, а где вы видите подобные условия? Да, хаотизировать Украину вы можете, но больше нет регионов, где десятилетиями, столетиями насаживалась вот эта вот путинско-российская идентичность, ну то есть то, что в принципе дает местным жителям понять, что да, окей, Путин в виде. Но я хочу напомнить о многочисленных интервьюх, которые появлялись уже после захвата Донбасса, которые брал Гирген в свое время. У него был такой тур, вояж, когда он приглашал боевиков и рассуждал с ними, вспоминал, как это было. Так вот, меня заинтересовало одно из интервью, когда, ну абсолютно понятно, что это российские военные, это представители сил специальных операций, это видно, то есть это не какой-то там Моторола, да, там заправщик или мойщик на машину. То есть это абсолютно видно, что это вышкаленный человек с военной подготовкой. И он описывает, как они захватили Крым, они были в Крыму, а потом он описывает, как они оказались, потом они были на Донбассе, но между этим они оказались в Запорожье. И он говорит, что мы были шокированы, когда нас закидали яйцами и засыпали мукой. Люди, то есть российские военные, которые только что захватили Крым и буквально через пару месяцев начнут убивать на Донбассе, воевать, были шокированы реакцией местных жителей Запорожья, которые просто кидали в них пакетами с мукой. Женщины, представляете себе? Петр Акопов, например, все время в РИА Новостях пишет, что российские власти хотят дождаться того момента, когда украинцы встретят русские танки с хлебом и солью. Это вот я цитирую. Чудесно, но только вопрос. Вот в Крыму, да, сложились такие обстоятельства, они сложились в силу депортации, замещения. Более того, даже Российская Федерация все эти 30 лет вкидывала колоссальные деньги, расселяя там своих военных пенсионеров, прокуроров, подставки и прочее, прочее, прочее. Но в Запорожье, в Харькове, в Днепре все не так. И это то, что российский Кремль не понимает, что Крым это не их заслуга. Они просто сняли пенки, причем по-дурацки, если честно. Потому что, в принципе, цель, ради которой Россия всегда, столетиями сохраняла влияние на Украину, была перечеркнута вот этим идиотским, ну, не знаю, воровским захватом Крыма. Вот так это надо назвать. И в любой другой территории это не очень-то и прокатит. Это в Запорожье не получилось. Потому что, ну, то есть, опять-таки, когда местное население вот так встречает российских военных, мы видим примеры, когда российские военные прямую говорят о том, причем, ну, не военные, боевики, что они шокированы. Они шокированы. И это первый момент, который вот виден, да, то есть, есть трансляция, мы видим, что думает Кремль, и мы видим реальность, с которой он абсолютно незнаком, хотя он принимал в ней непосредственную часть. Второй момент, о котором пишет Туркоп, это тоже очень интересно, он описывает о том, что хаос, который, как он говорит, Путин пришел в классе, вот эти 20 лет будут вспоминаться как некий золотой век, что он убрал хаос перестройки, вот, и теперь, и он говорит, что этот хаос куда-то делся, он ушел в глубину внутри российского общества, как он это описывает, и он описывает, что это опасно, потому что вот это молчание, оно и есть выразителем этого хаоса. Ну, условно, да, опять-таки, Сурков очень правильно транслирует реальность, но только Путин не устранял хаос, он его продуцировал, потому что Путинская империя, она, это информационная империя, это надо понимать, в отличие от Советского Союза и от сталинизма, обеспечить монолит власти за счет террора современная Россия не может, это невозможно, но структура, которая построена, вот эта тоталитарная идеология, культ лидера, он мягкий, но он явно, явно по сталинскому образцу, для того, чтобы создать все это, для того, чтобы таким образом привести общество к подчинению массы, мы говорим о массах, а не о группах, необходимо было использовать когнитивные, психологические приемы, когнитивное влияние, и вот мы, и это все, безусловно, когда у тебя подменяют реальность, нормальная, абсолютно нормальная реакция человека, это повышение уровня агрессии, хаос насаждал Путин, он насаждал его в российском обществе, он членил послания, они загавкивали любую им смысл, они дробили эти смыслы, и вот эта какофония, которая лилась на российских граждан все эти годы путинского правления, вот это и есть этот хаос, он действительно порождает в глубине где-то очень-очень нездоровые процессы, тут Сурков прав, он прав относительно формы, но он не понимает в чем причина, причина как раз Путине, и дальше, что он описывает, что этот хаос, и он действительно зреет, что он может вырваться наружу, и Сурков напоминает падение Советского Союза, он напоминает вот эти процессы, но единственное опять-таки, чего он не понимает, падение Советского Союза при всем при том, это контролируемый процесс, и тогда на поверхность вышла либеральная мысль, очень цивилизованные формы, аккумуляция этого хаоса, Сурков не понимает, но то, что он описывает, это процессы в глубине русского народа, ну, это условный коллективный Моторола, это коллективный Гиркель, это в глубине, и это страшно, это такая пугачевщина, которую он уже чувствует, это российский Хамас, понимаете, отражение которого мы видели на Донбассе, когда люди приходили, они убивали, они даже не могли объяснить, зачем, они просто грабили магазины, они убивали людей, причем пророссийских, то есть, и для того, чтобы усмирить этот Хамас, даже российскому ФСБ, пришлось убивать россиян, мы помним этот период отстрела всех этих казачков, атаманов, они же в итоге, в 16-м году, уже они были основной категорией, во всех этих пыточных изоляции, вот это то, что, когда Сурков это чувствует, он просто не об этом думает, он думает, что это некие белоленточники будут в Москве строить, извините, возвращать Россию к цивилизации, он говорит, дорогой Владимир Владимирович, это кошмар, кошмар, нет, 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 это то, чего не видит, Сурков или не хочет видеть, это результат, в том числе, его работы, это коллективные Моторола, это коллективные Бородаи, это страшно, и это то, что может разрушить Россию изнутри, и скорее всего разрушит, это такой, в каждом селе свой атаман, играть награбленное, это жуть, и он правильно это ощущает, и дальше он дает рецепт, что делать с этим, ну, в принципе, опять-таки, он это не проговаривает, он говорит о том, что надо захватывать соседние территории, понятно, намекая на Украину, он говорит о том, что империя, российская империя, живет, пока она расширяется, ну, не только российская, любая империя живет, пока она расширяется, и тут есть причина, почему так происходит, потому что, когда империя расширяется, вот эту гнилостность, рану, которая отравляет весь организм государства, в него постоянно, знаете, его вымывает свежей кровью, та свежая кровь, новые, новые, как бы, вот эти вот, и информационные посылы, и подъем патриотизма, и новые кадры, которые рано или поздно появляются взамен деградированного, маргинализированного населения, они, конечно же, обновляют, господину Суркову хочется напомнить о опыте как раз тех 90-х годов и 80-х, которых он апеллирует, когда Советский Союз захватил страны Восточной Европы, в принципе, те люди, которые были там в военном контингенте, а это и есть расширение империи, они пить или разницу, и они готовы были продать родину за чешскую люстру, что они, в общем-то, и делали. И Владимир Путин в этом процессе был не в последних рядах. Это люди, которые, когда наместники, когда оккупационные вот эти войска, оккупационная элита оказывается на оккупированных территориях, которые выше уровнем, здоровее, она разращается, она больше, она первая заинтересована в падении империи, и она правда готова их продать за поддержанный Мерседес и там чешскую люстру. Ну, хорошо, не чешскую люстру, пусть это будет миллиард-два. Суть же не в этом. Суть не в этом. То есть, фактически, тот рецепт, который дает Сурков, он как раз приведет к падению России, к ее скорейшему падению, потому что, ну, это, во-первых, не крымский консенсус, цена выше, во-вторых, те, кто поедет на эти оккупированные территории и так далее, они очень быстро почувствуют себя наместниками, зачем им Москва, особенно ослабляющаяся Москва, для чего им вообще все это, ну и так далее. Ну и плюс, а в глубине народа, и это правильно, в этом глубинном русском народе действительно зреет вот это нечто очень страшное, что рано или поздно, ну, практически каждый век вырывается наружу в абсолютно жутких формах. Ну, вот это и есть результат правления Владимира Путина. Поэтому я говорю, что это очень любопытная статья, потому что она, но ее надо анализировать не с точки зрения этих смыслов, которые посылает Цурков, а с точки зрения его абсолютно болезненной, такой, знаете, нотгибридной, недаром же, я привела пример там, звездный крейсер Галактика, где гибрид считывал пространство, он считывает пространство, просто неверно трактует. Ну, то есть, иными словами, вот сейчас получается, путинский режим оказывается в тупике. С одной стороны, действительно, логика автократии внуждает его как бы расширяться, а с другой стороны, расширяться некуда, потому что перед Путиным поставили достаточно жесткие условия и барьеры, то есть, и страны Запада, и конкретно Украина. Правильно ли я понимаю, да, что некуда расширяться сейчас, нету возможности? Ну, я так понимаю, из-за того, что происходит в этом накоплении войск, ну, во-первых, мы этого ждали. Мы даже с вами много раз обговаривали, что к 2020 году Россия будет готова к нападению. Это, ну, так выглядела западная аналитика, об этом писал Стретфорд, об этом писал Атлантиканцев. То есть, вот это накопление, вот это переформатирование для войны с Украиной, оно, безусловно, происходило, и 2020 год, когда дедлайн был поставлен, и вот, в принципе, мы видим, что планы выполнены. Зачем Путин это делает? Путин тактик, на самом деле. Он идет, вот это вот фраза, он дойдет туда, куда его пустят. Это правда. Он начинает какие-то процессы, это все стоит с операцией. И дальше он смотрит, о, класс, а почему бы нет? Вот так он поступил с Крымом. Я не думаю, что изначально была идея прям присоединения, когда Россия накапливала войска рядом с полуостровом, а это был, вообще-то, сентябрь 2013 года, сентябрь, до всяких Майданов. Вот эти процессы рядом с Крымом, начали происходить в сентябре 2013 года, о чем свидетельствует перечень военных учений рядом с Крымом и тех войск, которые были тогда перекинуты, включая внутренние войска и миротворцев СНГ, где Украина не принимала участие. Вот это вот все началось, вообще-то, с марта, но в сентябре достигла кульминация. Это все написано на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Можно прочитать, что только в сентябре Владимир Путин на Атамане принимал смотр двух разных, абсолютно одна за одной, учений военных, а потом ВДВшников, ну вот этих внутренних войск. Поэтому в данном случае вот Россия готовилась не 20 февраля, не надо себя обманывать. Но когда вот это все происходило, я не думаю, что это происходило с расчетом на вот такой сценарий. Просто это начинает разворачиваться, и Путин двигается в рамках процесса туда, куда может дойти. И вот сейчас мы знаем, что Россия накапливала к 20-му году войска, и она их накопила. Это не новость. А вот то, о чем сигнализирует американская разведка, говорит, я ведь думаю, что вопрос не только об данных со спутника, я думаю, что у американской разведки все-таки есть какие-то сведения о внутренних разговорах, о каких-то планах, о чем-то таком, что они, вот поэтому они всполошились, о том, что вдруг стал рассматриваться этот сценарий. И этот сценарий, его реализация или не реализация, это опять-таки не факт, что он будет реализован. И до какой степени будет реализован, данных несколько. Он может быть реализован, если это будет возможно. Если так, сложатся обстоятельства. И мы видим, как Сурков подталкивает Путина к реализации военного сценария, рассказывая ему про глубинный русский народ, про хаос, который нужно нести вдаль. Ну, друзья мои, если вы захватываете территорию и вы становитесь оккупационным контингентом, ну, это пример Донбасса. Первое, что вы сделали, отстреляли своих же хаотизаторов, потому что вы не можете удерживать оккупированную территорию с нелояльным вам населением, а здесь будет нелояльное население, в отличие от Донбасса, там просто недовольное. А Киев и Одесса это будут нелояльное. Вы не можете удерживать эту территорию, если там хаос. Ну, то есть это невозможно. Соответственно, Россия, которая не может справиться с внутренним хаосом у себя, внутренняя хаотизация вот этими процессами, еще и начнет не просто экспортировать хаос, а усиливать его многогранно и пытаться удержать, что очень сложно, потому что, ну, это правда сложно, это надо, даже Донбасс не при Днестрове, потому что при Днестрове там почти нет людей, что там удерживать. Или там даже Абхазия или Осетия юзная, которая, ну, Абхазия имеется в виду, где они, в принципе, выдавили на местное население и больше нет. Там несколько, там, десятков тысяч человек и военный контингент вполне способен там стоять ровненько на попе. А вот когда это Донбасс и это 5 миллионов, когда это Одесса город, в котором почти миллион только в одном городе, когда это Харьков миллионник, в Днепро миллионник, ну, ну, куда? Какая хаотизация? Какой экспорт хаоса? Ну, о чем мы говорим? Вот. То есть, в данном случае вот эти процессы. И я вижу, что если Сурков говорит об этом, это значит, что это сценарий. И аргументация тоже понятна. Давайте перенесем вот эту нашу внутреннюю заразу вовне, и вы будете царствовать долго и счастливо. Поэтому, да, действительно, этот сценарий может рассматриваться. И если сценарий нападения на Украину рассматривается, то, в общем, несложно предположить, какой он и про что он. И опять-таки, это тоже вопрос, насколько далеко Путин сможет зайти. Потому что на сегодняшний день все эти накопления, и даже попытки прорыва, и даже, возможно, начало более широких боев, оно может остановиться на уровне нормандского формата и Минска-3 с еще большими уступками. Ну, условно, ведь, понимаете, когда вот Украина, украинские аналитики и власть, кстати, говорит о том, что вот очень часто, что вот это все Путин хочет вести переговоры. Да, у Путина есть такая манера, я назвала ее кровавые переговоры, я даже писала об этом статью, потому что это его форма. Сначала лить кровь, потом переговариваться. Вот, тут же. Но, и все говорят, это просто пугалка, это для переговоров. Ну, друзья мои, переговоры проще вести, захватив Одессу, чем не захватив ее. Ну, условно. Ну, если так вот вдруг. Если он будет иметь возможность, он схватит. Вот, поэтому в данном случае он просто, то есть планов, как он использует вот то, что он сейчас делает, тут массовые. И это все зависит от многих факторов, в первую очередь, все-таки, я считаю, даже не от реакции Запада, а все-таки от реакции Украины, которая сейчас, очень серьезно проседает. Ну, это просто катастрофа, то, что можно наблюдать здесь. Почему вы так думаете? Что именно вас смущает в реакции Украины? Понимаете, реакция Запада, например, она поначетка, она понятная. Это вот эти заявления, это военная помощь. Посольство Соединенных Штатов только на прошлой неделе обнародовало в своем телеграм-канале сообщение о том, что они передали Украине 80 тысяч тонн боеприпасов. Мы видим на полтора миллиарда, больше, чем полтора миллиарда пунктов стерлингов военная помощь Британии. Мы видим заявление Британии о готовности прислать 600 военных. Я напоминаю, что в Польше после событий 2014 года было размещено тысяча военных, немецких, а это 600 для нечлена НАТО. Это серьезно. Мы видим о том, что аналогичные заявления делают страны, другие страны, Содружества НАТО и те, кто не являются членами НАТО, но готовы оказать помощь. Мы видим это движение, даже Северная Европа присоединилась к нему. Поэтому в данном случае пока, вот с точки зрения реакции Запада, я считаю, что все прекрасно. А вот с точки зрения реакции украинской власти, ну, происходят какие-то странные события, которые напоминают мне как раз тринадцатый год и поведение Януковича. Условно, украинская власть очень долго отрицала сам факт. Когда об этом уже пишет, когда глава ЦРУ летит в Москву поговорить, когда Байден собирает европейских союзников, чтобы обсудить вот то, что происходит в закрытом режиме, угрозу для Украины, Владимир Зеленский и его администрация продолжают утверждать, что ничего не происходит и все вот это вот, это все российская пропаганда, это российская спецоперация информационная. В смысле, Байден не участвует? Ну, это безумие, понимаете? То есть, вот это вот отрицание реальности, это то, что было свойственно Виктору Януковичу. Я напомню, как вообще происходило вот это вот накануне захвата Крыма. Начиная с конца 2013 года, я уже сказала, что в сентябре военные учения на соседних с Крымом территориях, они достигли просто пика, их происходило там в течение недели по два, то есть, это вот общевосковые смотрины с участием президента России, но это серьезно. Вот, все родовое, исключая миротворцев, которых они там наскребли где-то в Таджикистане, то в Казахстане, то в Беларуси. И вот это вот все происходило, начиная с марта 2013 года, в сентябре, пик этих военных учений. Параллельно, начиная с конца середины, ну ближе к концу ноября месяца, вернее, декабря месяца украинская разведка, она и до этого делала донесения, и мы видели недавно в расследовании Радио Свобода относительно одного из сегодняшних деятелей, в офисе президента Владимира Зеленского Руслана Демченко, он тогда работал у Януковича заместителем министра иностранных дел, министра закордонных справ, и он как раз отвечал за, был куратором вот этого имплементации хакерских соглашений. И мы видели в расследовании относительно его, ну там были, журналисты представили закрытые, доселе закрытые стенограммы заседаний комитета Верховной Рады, которая подготавливала имплементацию харьковских соглашений, как Демченко там, докладывала, говорила о том, что продление присутствия российского Черноморского флота в Крыму это безопасность региона, ну и он это все говорил, и почему-то вдруг вся наша аналитическая тусовка решила акцентировать внимание именно на этих его словах, вот видите, видите, какой он нехороший человек, он это говорит, ну слушайте, это 13-й год, это мог сказать и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко могла это сказать, это мог сказать кто угодно в 13-м году, то, что человек это говорит, ни о чем, ничего не значит, но там был другой любопытный момент, на который мало кто обратил внимание, это то, что произошло после имплементации капельских угод, в результате которых, в количестве соглашений, в результате которых на территории Крыма вернулись ФСБ, пошла синергия сотрудничества ФСБ и СБУ, увеличилась контингент войск, обновилось вооружение Черноморского флота в рамках этих соглашений, так вот, когда тот человек, подчиненный Демченко, который, он рассказывает в этом фильме, что я присылал ему доклады о том, что Россия нарушает Харьковские соглашения, потому что она завозит больше военных, она совершает действия угрожающего характера, которые нарушают эти соглашения. Я посылал ему неоднократно рапорты и докладные записки, и реакции не было. Это очень важный момент, потому что любой чиновник, работающий в чиновничьей вертикали, в государственной вертикали, знает алгоритм. Тебе пришла докладная записка, ты что-то с ней делаешь. Ты либо отправляешь ее на проверку, отправляешься своей резолюцией на проверку, ты должен доложить наверх, то есть ты должен ее сбагрить, эту информацию. Ты не можешь ее просто держать и смотреть на нее глупо. И вот как объясняет этот подчиненный Демченко, что никакой реакции это было неоднократно. То есть вот подобный саботаж для чиновника недопустим. Вопрос любой следователь задаст вопрос, а почему вы не реагировали? Кому вы должны были доложить, а почему не доложили? Так вот, в данном случае, во-первых, мы знаем, что все те же люди на посту, как я уже сказала. Во-вторых, при Януковиче вот эти люди получают донесения как от чиновников Министерства иностранных дел, так и от украинской разведки. И эти данные были обнародованы на суде по Виктору Януковичу. Ну, как пример, украинская разведка начиная с декабря докладывала, до расстрела Майдана, до всего. Она докладывала Януковичу, что Россия завозит резервы, то есть горючие смазочные материалы, аптечки, госпиталя, вот эти полевые и так далее. Это явное для военных на военном языке накопление резервов, это подготовка к наводению. Они докладывали, начиная с января, что на полуострове прибывают российские военные из кадровых российских частей, которые, согласно соглашениям, не могут там находиться, что они размещаются тайно на существующих военных базах или на каких-то пансионатах, санаториях и прочее. То есть вот эти доклады разведка делала, и все эти доклады, официальные документы были обнародованы на суде по Януковичу. Янукович не реагировал. Поэтому в данном случае для меня сегодня, когда я вижу все в тех же людей, все в тех же местах, я вижу поведение другого президента, но такое же поведение. Отсутствие реакции, но меня это пугает, для меня это дежавю откровенное. И поэтому вот подобные вещи для Путина, они тогда были сигналом. Потому что Украина имела как минимум 3-4 месяца, чтобы подготовиться к тогда при Януковиче, чтобы завести войска и, кстати, военные, в том числе вот на суде по Януковичу есть эти документы, где военные обращались к нему с просьбой вести военное положение на Крымском полуострове, он отказался, и тогда они попросили его провести военное учение, завести два дополнительных батальона, он согласился на военное учение, но потом заменил их на стрельбы, а вместо двух батальонов завел одну роту, которую запхали куда-то в район гор Ялтинских, и потом эта 25-я рота прорывалась на броне с оружием уже закупированного Крыма. То есть вот эти все вещи, они уже были, понимаете? И вот это все происходит сейчас. Меня лично это пугает, я думаю о Путина, это для него очень серьезный сигнал, как ни странно. Второй момент, который я вижу, Владимир Зеленский продолжает политическое соперничество с оппозицией. Он продолжает играть в политику, когда речь идет о коллективном выживании. На сегодняшний момент абсолютно очевидно, что в ответ на заявление Запада президент Украины должен был бы обратиться к нации с воззванием, сказать о том, что ситуация сложная, но мы сильны, как никогда. Он должен был бы зачитывать это воззвание, когда у него за спиной стояли бы лидеры парламентских партий, в том числе тех, которых он не любит. Я имею в виду Петра Порошенко. Он должен продемонстрировать, что когда речь идет о защите государства, мы выше политического противостояния. Это его задача сейчас. Более того, абсолютно понятно, что Верховная Рада должна была бы провести сейчас закрытое заседание Верховной Рады, выделить дополнительные средства, заслужить на этом заседании должен был быть бы и президент, и премьер-министр, то есть в полном составе. Для чего? Чтобы продемонстрировать единство власти ветвей. То есть единство политического поля, единство власти. И третий, очень важный аспект, который не сделан, согласно тем, той информации, которую напечатал Блунберг, а это информация американской разведки, там они говорят о том, что Россия тайно рекрутировала около полумиллиона резервистов, не сообщая о мобилизации. То есть происходит их рекрутинг, переписи, прочее, прочее. Вот, то есть какая-то их систематизация. Украина может позволить себе сейчас мобилизовать резервистов открыто, территориальную оборону и прочее, прочее. Ну и второе, это то, с чего мы начинали наш разговор, с том, что, и это то, что, кстати, пишет Блунберг, о том, что, и не только Блунберг, а Поринг и Фаер, они пишут о том, что Путин не готов на партизанскую войну, он не готов на сопротивление граждан, поэтому они советуют американскому президенту выступить с заявлением, что Америка будет поддерживать украинских повстанцев, украинских партизан. Фактически, ну это же, ну это безумие, когда это должен сказать американский президент, вместо того, чтобы украинский президент вызвать общество, быть консолидированным, соседи объединятся там, ну это, опять-таки, это что же уже было, когда местные органы власти рекрутировали граждан, ну мы помним, как после Майдана, когда убежал Янукович, пала вертикаль правоохранительная в Киеве, в Киеве они защищали свой город. Нет ничего плохого, если граждане, соседи, соседские комитеты будут объединяться, будут патрулировать свои районы, фиксировать там каких-то странных людей, новые машины, неважно, чем они будут заняты, сам факт их присутствия, потому что они проверят закрытые ли у них, чердаки и подвалы, то, что они выяснят, где у них бомбы убежища и начнут там какие-то учения по эвакуации подъезда. Вот это вот, все это движение продемонстрирует России, что сюда опасно лезть, что это сопряжено будет с огромными потерями. И вот тогда, да, действительно, Путин не двинется. То есть, я еще раз повторяю, все планы Кремля, они очень гибкие, они развиваются до тех пор, пока они могут развиться. Путин идет, традиционно идет за потоком, он инициирует поток и идет за ним. И вот этот поток, вот сейчас, его надо направить в другое русло. И второе, именно от Украины зависит единство политических сил, единство ветвей власти, единство общества и государства в защите своей родины. Вот это должно быть продемонстрировано громогласно, чего мы, конечно же, не видим. Да, ну, понятно, да, что вы призываете Владимира Зеленского действительно объявить о том, что необходимо, наверное, готовить какие-то территориальные, оборонительные, гражданские, или полугражданские, полувоенные, да, формирования, для того, чтобы, ну, действительно, наладить патрулирование, как вы сказали, городских, сельских местностей, для того, чтобы продемонстрировать Путину, что, действительно, каждый простой украинец готов защищать свою землю. Да, это может быть, это может быть, как дружинники, это могут быть люди вместе с полицией, то есть, в данном случае, я не вижу каких-то сложностей, это не опасно, опасно не делать. Но мы знаем, что Владимир Зеленский, на самом деле, с недоверием относится ко всему, что не относится к непосредственно, вот, кадровым военным, да, мы знаем его определенное напряжение между ним и тем, что мы называем добровольческие батальоны, да, он, ну, в общем, всячески стремился сделать так, чтобы они, если не перестали существовать в принципе, то, чтобы они перестали влиять на политику, вот так вот, на политический. Он, он боится общества, это правда, он боится патриотов, он боится военных, это абсолютно очевидно, он боится и пасует, потому что, понимаете, в чем дело, у военных, особенно у кадровых военных, таких, которые уже прошли бои, которые, в принципе, очень тяжелый для страны момент, выбрали эту профессию и доказали, и продвинулись по службе, у них, внутри них, есть некий стержень, они, такое достоинство, на украинском языке это называется шляхта, а Владимир Зеленский играется в церковь, и ему очень сложно встречаться с чужим благородством, вот это, вот это то, чего он не может понять, ни он, ни его окружение, они не понимают благородство, они не понимают, почему ты это делаешь, почему бы людям выходить на улицы и патрулировать свои города, они не понимают, они не понимают, что очень многие из тех, кто его не любит и никогда не будет за него голосовать, поддержат его в этой борьбе, если он будет бороться, потому что для них государство превыше всего, он не понимает, что те, кто политически поддерживает Петра Порошенко, не являются его поклонниками, они являются его самыми жесткими критиками, они защищают Украину, вот это ему не в домек, он играется в игрушки, когда речь идет о общей национальной ценности, потому что Украина это ценность, недавно был жуткий момент, на мой взгляд, когда в день, как раз годовщины начала Майдана, это называется День свободы и достоинства, была акция протеста, но это митинги, они проходят традиционно, пришли люди, походили, пошли к офису президента высказаться насчет Вагнергейта, ну то есть это обычные какие-то акции, и как-то так получилось, что полиция по российскому образцу попыталась обыскивать этих людей, а в Украине так не бывает, это отвратительно, причем прямо обшманать, понимаете, не просто открой сумочку, а как-то вот, ну нет. Ну это был явный, видимо, приказ откуда-то сверху. В общем, да, ну то есть люди этого не восприняли, причем речь идет о пустом здании офиса президента, это же не то, что он там находится, понимаете, ну вот зачем это все, но в итоге, короче, это вызвало какое-то возмущение, люди стали возмущаться, в результате произошла небольшая потасовка, но потасовка произошла не только поэтому, она произошла потому, что есть кадры, где полицейские выхватывают украинский флаг и бросают его на землю, вот это вот стяг с древком, это невыносимо, так невозможно, то есть поступать, и понятно, что общество выдвигает Владимиру Зеленскому за это предел. То есть это такая нечувствительность, отсутствие понимания, что так нельзя, что вот это, вот эти все вещи, это не про политику, это про ценности, это про выбор людей, которые они делали, осознавая, что они делают его в ущерб себе и своим близким, они сделали, они выиграли, они понимают, что они были правы, сколько бы это ни стоило, а теперь приходишь ты и решаешь множить это все на ноль и демонстрировать какие-то свои дучочки и делать вид, что ты власть. Но власть – это ответственность. И вот это вот понимание себя, власти, государства, политики, опять-таки политических течений, электоральных предпочтений, вот этого всего нет. Поэтому, к сожалению, поэтому идет такая странная игра, потому что кажется, что если сейчас начать консолидировать общество и власть, и оппозицию, это сыграет на руку Порошенко политически. Может быть, сыграет. Я не знаю. Но вопрос уже давно не Порошенко. Ну, особенно, Лариса, особенно на фоне очень серьезного падения рейтинга Зеленского. Он, очевидно, боится, что сейчас любой может эту власть падающую подобрать. Понимаете? В том числе, наверное, и Порошенко. А может кто-то другой? Да, в общем-то, да. Но мы помним, что падающая власть – это 2017 год, то есть ее можно подобрать и он будет подобрать и какие-то горского большевиков. Но в данном случае вот в Украине ситуация мне лично напоминает 2018 год. Вот именно украинский 2018 год. Скоропадский, Петлюра, Брушевский. Вот это вот между ними какие-то выяснения отношений, когда армия Муравьева уже на пороге. То есть в данном случае очень жаль, что президент Украины является инициатором всех этих деструктивных для государства процессов. Ну вот одна из иллюстраций, как я понимаю, описана у Аркадия Бабченко в недавнем его сообщении, когда он рассказал впервые, по-моему, детали того, как с него была снята охрана, при каких обстоятельствах его перестали защищать и почему ему пришлось срочно выезжать. Он сказал, что внезапно начальник охраны сказал, что, я, говорит, не могу понять, но почему-то нам сказали уезжать с объекта, не охранять его. Извини, говорит, мы ничего поделать не можем. То есть это все произошло буквально через, насколько я помню, кажется, через месяц после того, как Владимир Зеленский стал президентом. Я просто передаю эту информацию, чтобы зрители знали, если тут не слышал. Мы видели, как глава украинской разведки Василий Бурбак, человек, который проводил операции по Мотороле, по Захарчику, вот это вот все. Человек, который, ну, в принципе, то есть, это человек, который сотрудничал, работал, который знает все тайны, все возможные тайны, агентуру, прочее, 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 и имел взаимодействие с западными спецслужбами, прямое. Вот с этого человека снимается, его не просто увольняют, с него снимается охрана. У людей, которые работают с ним, это офицеры разведки, у них снимаются, отбираются паспорта прикрытия. Слушайте, это безумие. Ну, мы сейчас говорим про историю с Вагнергетом, то есть, да, вот кто участвовал в этой операции, сейчас обнаруживают, что их загранпаспорта аннулированы. Да. Есть предположение, что просто в администрации Зеленского опасаются, что они могут связаться с Беллингетт, или, возможно, я уже так думаю, что и с американской разведкой. То есть, просто жаловаться, значит. Но вот мы и говорим о том, что это представление о мире этих людей, потому что мы говорим о носителях тайн государства. Эти люди носители тайн. Поэтому они охраняются, поэтому они секретятся. А здесь вот вот эти комики, понимаете, вот они даже не понимают, почему бурбу надо охранять, почему нельзя снимать с них экрана, почему нельзя отбирать у оперативников и у офицеров, высших офицеров военной разведки, почему нельзя отбирать паспорта прикрытия. Потому что у них не просто забрали иностранные паспорта, у них забрали паспорта прикрытия, то есть, внутренние паспорта на другое имя. Это безумие просто. И вот это вот все делается вот в какой-то мелочности, понимаете. Но это и есть разрушение государства. Поэтому в данном случае вот то, что Владимир Зеленский в это играет, это очень и очень печально, что подталкивает Кремль двигаться вперед. Да, вот вы знаете, в то же время я вот все-таки не думаю, что надо полную аналогию проводить с тем, что было при Януковиче, ведь мы видим, что несмотря на весь тот разнобой в заявлениях, которые идут сейчас от украинской администрации в целом, да, по поводу концентрации российских властей, все-таки мы видим немало и таких сообщений, которые показывают, что есть среди украинских властей люди, которые понимают угрозу. Ну вот даже взять интервью того же главы военной разведки, я имею в виду Кирилла Буданова, который в беседе с Military Times рассказал о том, как он видит план возможного вторжения. Там и вот изображение показано, где со всех сторон сразу на Украину нападают российские войска. Правда, в то же время мы видим вот сейчас заявление другого поставленного чиновника о том, что нет, мол, эти заявления Буданова не соответствуют действительности. Ну и что здесь делать, вот когда есть такой разнобой, как бы кто-то победит вот в этой вот, не знаю, гонке за то, как интерпретировать реальность, как на нее реагировать? Понимаете, вот вы очень вредно подметили, идет какое-то соперничество между тем, кто что сказал и кто как понимает реальность. Про реакцию на реальность речи вообще не идет. Поэтому Кирилл Буданов тут он говорит о том, что да, он видит, кстати, он в этих планах, когда он их описывал, он как-то умолчал о Киеве. А это ведь лакомый кусок, и Киев 40 километров от белорусской границы, то есть в принципе. И там как раз, то есть буквально в 60 километрах от Киева находится российская военная база на территории Белоруссии. Почему-то Киев был обойден вниманием Белоруссии. Это тоже очень любопытно. Я не понимаю, почему. Это стратегическая точка, это очень важная точка. И как он охраняется, насколько охраняется централизация власти, потому что это и управление войсками и прочее, прочее, прочее. То есть в данном случае вот это все соперничество. Один говорит, я вижу угрозу, другой говорит, я не вижу угрозу. Ну слушайте, об этом могут спорить эксперты в эфирах. Но власть не может об этом спорить. Она обязана разворачивать те или иные алгоритмы в ответ на те или иные действия противника. Все очень просто. Это то, что, кстати, выдвигалось в вину Петру Порошенко о том, что не было введено военное положение. Те, кто поддерживал эту идею, они очень четко говорили о том, что агрессия, ну это, вот Кирилл Марчук, бывший глава СБУ, один из, ну то есть, первый, бывший премьер-министр, человек, который основал украинское СБУ, он говорил о том, что, ну, есть нападение, и Конституция четко прописывает алгоритмы действий, введение военного положения. То есть, это вот так это должно быть. То есть, в данном случае люди, которые проработали в системе государственного управления многие годы, они настаивают на алгоритме действий. Так вот, мне не важно, что говорит Кирилл Буданов, мне важно, что он делает, что он делает, что делает власть, что делает каждый представитель власти. Ну а что может Кирилл Буданов сделать? Он военный, который по определению подчиняется политическому руководству. Вот что делает политическое руководство, это как раз и есть главный вопрос. По крайней мере, не привязывать к национальной угрозе вопрос спасения репутации Владимира Зеленского, потому что, когда он описывал весь этот план, и это было действительно как гром среди ясного неба, что он описал не просто о том, что мы знаем, мы даже знаем как. И тут же в конце он говорит, вот этот вот Вагнергейт, это все, понимаете, задуманное российское. Да, это я тоже, кстати, заметил, довольно странно звучал. Он фактически обесценил все, что сказал. Он обесценил сам факт наличия военной угрозы. Но он все-таки работает в этой структуре, в этой системе, и, видимо, не сказать такое. Он не мог просто для того, чтобы удержаться в этой системе. Мы же видим, что сейчас очевидно просто идут чистки. Хочется верить, что он хочет удержаться в этой структуре ради Украины, а не ради собственного карьерного будущего. Потому что я прекрасно понимаю, что по тому же примеру Крыма, когда падает государство, когда чиновники отказываются на местах выполнять свои обязанности, реагировать, при этом есть наличие патриотического населения, огромных консолидированных масс, которые никем не управляемы. Очень важно иметь центр, точку управления. Я надеюсь, что Кирилл Буданов все-таки понимает свою ответственность, а не уже ввязался во все эти мелкие аппаратные негриды. Ларис, ну вот вы сказали про, как вы говорите, точку управляемости. Надеемся, что она есть. Вот давайте попробуем представить, ну есть ли вот луч света в этом страшном царстве, которое вы сейчас описали. На что можно надеяться в этом случае? Будет ли в случае критическом вот тот самый центр управления, который возьмет на себя координацию уже военными действиями непосредственно и политическим руководством в военное время? Ну генштаб явно будет работать. Опять-таки он все равно будет завязан на главнокомандующего, на его решение. Я думаю, что это может быть ситуация очень подобная тому, что происходило в период Майдана, уже в конце, когда шли переговоры, когда Запад очень серьезно давил на Ямуковича, в тот момент, когда люди стояли на площадях. И не обязательно людям стоять на площадях, чтобы западные дипломаты начали давить на украинскую власть с требованием выполнять свои функции. Значит, вы считаете, что есть, по крайней мере, генштаб, он будет свою работу выполнять, с другой стороны, все равно все ориентировано на политическое руководство. Что будет с ним? И кто возьмет эту власть в случае, если, ну вот, просто потребуется уже, в конце концов? Ну и вот это очень важный вопрос, потому что сегодня мы уже слышим заявления такие кулуарные, ну, по крайней мере, в фейсбуках уже об этом пишут слуги народа, о том, что вот готовится переворот, вот это все безумие, понимаете? Суть заключается в том, что если президент и слуги народа, как правящая монокоалиция, не будут выполнять своих функций, то, в принципе, заставят выполнять эти функции как народ, так и Запад. Потому что, ну, Владимир Азделенский, у него же дача не в Ростове, она же у него в Испании, и я не думаю, что испанцам хочется принимать миллионы беженцев, которые поедут с своим же родственниками, которые уже натурализировались в Испании. То есть, вот эти все вещи Запад будет давить. Он будет давить недвижимость, он будет давить щитами. И суть заключается в том, что, ну, просто надо выполнять свою работу. И эта работа заключается как раз в обороне государства, в использовании существующих алгоритмов. В случае, если возникнут какие-то накладки, я думаю, что это будет выглядеть так, как по аналогии с 2014 годом, с концом Майдана, когда западные дипломаты, включая Викторию, Нолан, приезжали, вели переговоры, добили на Виктора Януковича, чтобы, требуя от него, выйти из этой ситуации, передать власть, остаться президентом, но передать власть парламенту, то есть, фактически, отказаться от узурбации. Ну, примерно то же самое может происходить с Владимиром Зеленским. Его могут вынудить вернуться в свои президентские волномочия, а они очень декларативны. Переформатировать коалицию, и тогда премьер-министр займется этими процессами. Я думаю, что Запад будет, если он увидит, что есть российская атака и нет реакции, то ситуация будет такой. Понятно, что это тоже, опять-таки, не 2014 год, потому что даже период переговоров и условного безвластия, представить себе, что это есть, что власть самоустранилась от решения вопросов. Это не значит, что от этих решений вопросов устранятся военные, устранятся политики других партий, потому что у нас, ну, она же не только Порошенко, у нас и Батьковщина, у нас голос, у нас масса людей, которые прекрасно в принципе осведомлены в ситуации. И я думаю, что это будет правительство национального спасения. Поэтому все не так просто, как представляет себе Путин, как об этом описывает Сурков, потому что все, что они описывали, не имело отношения к реальности, потому что оно не предполагает вообще каких-либо действий контрагента. То есть такое ощущение, что за российским кордоном земли нет, понимаете, там нет людей, там нет решений, там нет векторов, там ничего этого не существует, и тут вот Путин себе что-то решил и двинулся. Поэтому российское вторжение станет серьезным вызовом Западу. Для Запада это миллионы беженцев, это разрушение фактически Евросоюза. Именно поэтому Байден говорил со своими европейскими коллегами. И я думаю, что они будут давить на украинскую власть. Но хотелось бы, чтобы этого не было. Хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский вместо того, чтобы выступать с пространными заявлениями, сейчас напрямую коммуницировал бы с лидерами государства и по дипломатическим и по военным аспектам. Хотелось бы видеть, как, например, чтобы это была какая-то совместная работа. Хотелось бы видеть, как народные депутаты ездят по миру, встречаются, делают заявления в БСЕ, делают заявления в ООН. Украина же молчит. Она же везде молчит. Вот это все очень тревожные сигналы. Это уже свидетельствует обе власти. Это означает, что ее составят реагировать. Это было мнение Ларисы Волошиной. Спасибо, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании можете поддержать нас через платформу Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч!